Занятие, второй урок. Мы говорили о слове «логос», остановились на слове «логис». Мы знаем, что это вся мудрость Божества, которое когда-либо Бога делал, намеревался сделать, намерялся совершить, что Он намерен делать. Всё, что было, есть, это всё от Бога. И коль мы уже затронули этот стих, то должен сказать, что не только в этом слове «Сокрытый тайный мироздание», а даже в том же, о каком порядке они, эти слова, стоят в оригинале текста Евангелия. Например, автор перевода Первой Украинской Библии Пантелеймон Кулиш, помните такого, совместно с Ничуйловицким и доктором Пулиём сделали прекрасный перевод Священного Писания, и этот стих отобразили в точности так, как он написан в оригинале греческого текста. А именно, там написано у них «Спочатку было слово, и слово было у Бога, и Бог было слово». Мало того, я могу открыть сейчас подсрочник греческий, греческо-русский, и вы сами убедитесь, что там есть ещё определённый артикль. Греческий определённый артикль – это местоимение, которое может, определённое местоимение, которое может переводиться ещё так же, как «это, этот, сей». То есть речь идёт о том, что там вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был это слово, конкретное слово. Не просто вообще Иисус какой-то, нет. Имеется в виду, что Бог был это слово, это конкретная личность, Сын Божий был это слово. И, как я уже говорил, как и они перевели, как и переведено, Бог, Иисус был в присутствии Бога. Перед Ним, перед кем? Перед Богом Отцом, вместе с Ним, в Его присутствии. «И этот Логос, это слово, стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. И мы видели Его славу, славу Логоса, как и ненародного Отца». То есть мы видим, что сам Иисус есть и есть это слово, слово Логос. «Потому что в нём сокрыты все сокровища премудрости и знания», как это сказано в Колоссянах 2.3. Именно в Логосте сокрыты все сокровища премудрости и знания. В Логосте. Слово Логос пришло в русский язык и употребляется с другими часто используемыми словами. Логос Бога в русском языке, теология, теос, Бог. Это все знания о Боге, всё, что можно узнать о нём. Био, жизнь, биология, наука о жизни. Всё, что можно узнать о биосе, греческое слово, означающее жизнь, познать биологию, изучая биологию, науку о жизни. Греческое слово «псайхос», психология. Всё, что можно узнать о психике и душе человека, душевном состоянии. Как я уже говорил раньше, филология. «Филиос», любить. Любить Логос, мудрость. Да, познание, мудрость, кардиология. Кстати, греческое слово «кардиос» — это действительно сердце. Логика, разумное изложение и осуществление планов. Иисус, как Логос, является Божьим Логосом, разумным изложением и осуществлением Божьих планов и намерений по отношению к человеку. Библия не может полностью вместить весь Логос. Написано в Иоанне, 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус, о чём, если бы написать подробно, думаю, и сам мир не вместит написанных книг». Вот почему в греческом оригинале Нового Завета написанное слово Божье означено термином написанное, начертанное, написанное, обозначено термином «графы», как «писание». Всё Писание, всё «графы» Бога вдохновенно. То есть написанное Писание, награфлённое, графы. Бога вдохновенно. Полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления в праведность. Это 2 Тимофея 3,16. Апостолам было дано понимание этого различия. Что такое графы, что такое логос. Возможно, что в современном мире некоторые забыли увещевание Христа, о чём Он говорил в 5 главе Евангелия от Иоанна, в 39-40 стихе. Где Он говорил, Иисус, такие слова. «Вы исследуете Писание», то есть вы исследуете графы. «Потому что думаете через них иметь жизнь вечную, а они сами свидетельствуют обо мне». «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы вам иметь жизнь». Однако термин, переведенный как слово в послании к Ефесянам 6,17, «возьмите меч Духа, который есть Слово Божье», это и не логос, и не графы. Библия говорит, «возьмите меч Духа, который есть Слово Рема». Рема Божье. Что такое Рема? Рема — это специфическое, слово Рема — это специфическое Божье наставление, оживотворённое Духом Святым, даваемое какому-то, кому-то, в особом случае. Я сейчас специально возьму словарик греческого языка, где дано определение слова Рема. Рема — слово речи за речением, заявление. Откровение о чём-либо. Слово, оживлённое Богом. Специфическое Божье наставление, оживотворённое Святым Духом, даваемое кому-нибудь в особом случае. Особенное, вдохновенно произнесенное откровение, которое Бог помещает в Дух человека. Это действительно очень важно. Слово Рема — это особенное, вдохновенно произнесенное откровение, которое Бог помещает в Дух человека. И это Он делает Духом Святым. Это откровение мы получаем свыше. Это источники, как я уже говорил, верхние источники. Это откровение приходит с неба, от Духа Святого. Помните, когда Пётр говорит, то есть апостол Пётр, когда Иисус спросил у него, а кого вы за меня принимаете? Он сказал, ты сын Божий. Он ему сказал, что ты открыл его у тебя, не плоть и кровь тебе открыли. Это было ему открыто, как слово Рэма, как откровение. В Ветхом Завете очень часто используется слово также «довар». В Ветхом Завете есть и эквивалент слова «логос» всей мудрости Божьей, но оно используется редко, потому что полного откровения об Иисусе ещё давно им не было, потому что Дух Святой ещё не пришёл. «Рэма» — это новозаветнее греческое слово, употребляющееся для описания такого Божьего слова, для которого в Ветхом Завете иногда использовали термин как «довар». Новым Заветом нам дано более широкое откровение о Слове Божьем, как явлении, происходящем от Бога. Это наставление, которое Бог даёт верующим в каком-то особом случае. И есть непосредственная связь между такими явлениями, как непрестанная молитва и «Рэма». В чём это выражается связь? В том, что когда мы молимся в какое-либо время, в каком-либо месте, молимся в Духе, то как раз это именно то, что Павел предупреждал, говорил, что нам нужно непрестанно молиться, постоянно молиться. Для чего? Чтобы получать вот это откровение от Него. Слово «Рэма» получать. Потому что благодаря этой молитве мы получаем откровение от Бога. Вы знаете, мы можем читать Библию, Священное Писание, и мы тоже будем получать слово «Рэма», невзирая на то, что в данный момент мы не молимся. Мы берём слово, мы пребываем в общении с Богом, ведь молитва — это общение с Богом. А чтение Слова Его — это разве не общение с Богом? Это тоже общение с Богом. Мы и мысленно, когда читаем слово, и в Духе мы имеем общение через чтение этого слова. Бог явно и слышимо говорит нам, когда мы непрестанно молимся в Духе. Бог может навести вашу мысль на определённое место даже Писания, для того, чтобы сообщить слово «Откровение», слово «Рэма». Но оно не ограничивается только этим, потому что не каждый случай из нашей повседневной современной жизни может быть процитирован из Писания прямым текстом. Бог постоянно творит на Земле что-то новое, и Он неординарный Бог, и никогда не действует по заранее установленным шаблонам. Например, когда однажды во время служения пророк Елисея школа пророков собралась для заготовки дров, то лезвие одного из топоров при ударе скачило и упало в реку. И младший брат из школы пророков предался отчаянию, потому что топор был отдолжен на время. Но Елисеев, получив Рэма от Господа, срубил ветку и бросил её в воду. Что нужно было сделать? Ветка держалась на поверхности воды, дерева, а лезвие топора, которое было не деревянное, понимаете, прекрасно, поднялось со дна навстречу ей, и в результате чего пророки смогли поднять лезвие и вернуть в целости и сохранности топор. Это было Рэма от Господа, что нужно сделать, чтобы возвратить этот. Они не стали нырять, не стали там искать, может быть, даже невозможно было даже там донырнуть, может быть, там глубина была большая. Но, получив слово Рэма, откровение, что нужно сделать, он сделал это, Елисей. И в это время у Елисея не было ни писания, ни указания, что необходимо делать в каждом конкретном или этом случае частности. Он просто получил Рэма от Господа. Точно так же, когда до Валаама, по всей видимости, и после него, ни одна ослица не говорила человеческим языком, мы видим, что Бог постоянно творит на земле что-то новое, и мы должны со своей стороны стремиться к тому, чтобы Он, Бог, почаще говорил нам, притом не только через Писание, а имя. Так же и через откровение, когда мы можем слышать проповедь пастыря, когда мы можем общаться с каким-то братом, говорить с сестрой, и в разговоре мы можем получить через общение с ней какое-то слово Рэма. что вот, что мне нужно сделать в тех обстоятельствах, потому что я сейчас услышал, вот она рассказывала какую-то историю, какой-то случай, а я сделаю вот так. Мы слово Рэма можем получать в любое время, во всякое время, во всяком месте. Мы откровение можем получать, и еще знаете когда? Когда будем рассуждать над теми сновидений, которые Бог нам дает. Если мы не сами, если мы с пастырем или с кем-то другим, с братьями и сестрами, рассуждаем над определенными сновидениями, которые мы знаем, что это сновидение, он чувствует, что мне было от Бога, потому что было довольно-таки необычное сновидение. И он рассказывает это сновидение в определенных обстоятельствах, что он видел во сне. Люди начинают рассуждать, духовные люди, и человек может получить через рассуждение братьев и сестер слово Рема. Что Бог хотел ему проговорить через это сновидение? Ведь мы теперь, читая Священное Писание, прекрасно понимаем, какое было слово Рема Иосифу о сновидении, о снопах, о звездах. Это были определенные сновидения. И он точно так же получил Рема от Господа, когда толковал сновидение кому? Хлебодару, Виночерпию. Это были откровения. Каким же образом Филипп привел к Господу эфиопского евнуха? Мы читаем, что Дух Господень сказал Филиппу подойти к нему, пристать к колесниц. Филипп не читал о себе в книге «Деяния апостола», где написано, что Бог хотел через него совершить, через этого еванха из Кандаки. Но Дух Господень говорил с ним подобным же образом Бог хочет говорить и с нами непосредственно. Ведь в Писании не сказано, что Филипп пребывал в молитве, в это время он получил откровение, что нужно пойти. Там было сказано просто, что Дух Святой проговорил к Филиппу, он вышел на улицу, пристал к колеснице, сделал то-то, то-то. И что в конечном итоге произошло, мы знаем, что этот евнух получил откровение через книгу пророка Исаии. Кто есть Иисус, кто есть Мессия, Филипп его знал уже. И поехал, радуясь. И, конечно же, в Эфиопии настало великое пробуждение после того, как этот евнух был крещен и водным крещением и получил это откровение. Поэтому Бог хочет, чтобы мы непрестанно пребывали в общении с Ним, не обязательно молясь на иных языках, не обязательно молясь в разуме. Но когда мы, пребывая в общении с Ним, мы слышим Его. Он говорит, выйди, там колесница будет проезжать, тебе нужно пристать к ней. И, будучи послушным, Он делал это. Будучи послушным, многие мужи Божьи совершали великие чудеса, о которых мы сейчас будем говорить. Бог написал Библию, мы знаем, что автор является Бог, и большая ее часть появилась на свет, как Рема. «И сказал Господь», но Бог говорил конкретному человеку, допустим, Моисею, «Напиши». И как автор, он, естественно, так же, как и люди, авторы, слава со своей книгой и хочет говорить нам через нее. Любой автор, если он не гордый, не высокомерный, не надменный человек, не скажет вам, не спрашивая меня, там все написано, если автор искренне хочет поддерживать взаимоотношения с вами, то никогда не ответит вам так. Если у вас есть вопрос по книге, то он обязательно будет говорить с вами. И все объяснит вам. Бог есть любовь, и Он хочет иметь личное взаимоотношение с вами, со своими детьми, во всякое время, постоянно. Чтобы вы слышали Его, чтобы вы постоянно были вводимы Духом Святым, чтобы вы имели постоянно общение с Ним. И так, то, что Бог говорит нам, сделай, в 6 главе послания к Ефесянам, это облачиться во всеоружие Божие, в котором входит меч Духа, то есть рема от Бога, откровение от Бога. Взять это рема от Бога. Возьмите меч Духа, возьмите слово это. Там это слово является рема. То есть мы должны принять это откровение от Бога. И приняв это откровение, на основании этого откровения, тогда уже мы знаем, как действовать. Когда мы молимся, мы получаем это откровение. Поэтому Он говорит, примите это откровение, примите это рема. И это рема Он дает на конкретные обстоятельства. Но как нам выполнить это? Путем непосредственной молитвы и прошения в Духе. Прошения в Духе. Итак, меч Духа это единственное наступательное оружие в нашем духовном сражении, которое мы располагаем. Все остальное оборонительное. Броня праведности, щит веры, шлем спасения, пояс истины, и оба приготовлены для нас только лишь как оборонительное средство для нанесения Евангелия в мир. И вы знаете, что невозможно одержать победу, используя только оборонительное оружие. если вы пытаетесь прикрыться от ударов врага щитом веры, избежать искусительных мыслей при помощи шлема спасения, то ваш враг будет постоянно наступать до тех пор, пока вы просто не устанете и не упадете от усталости. Помните, что ваш противник, ваш враг есть Дух, а вы Плоть. Он только Дух, а вы и Плоть, и Дух. внутри вас. Но в отличие от Него вы нуждаетесь, поскольку вы ходите во Плоти, нуждаетесь в отдыхе. Но лучшая защита — это нападение. Мы можем одержать победу только тогда, когда мы будем действительно не только отбиваться, пребывать в защите, но и применять это слово Рема как откровение, как меч Духа. Бодрствовать. Меч Духа, оживотворённое Слово Божье — это самое лучшее наступательное оружие. Рема от Бога, откровение от Бога, его открыто выраженная воля позволит нам уничтожить любые дела дьявола, которые он строит против нас. Но как нам получить это наступательное оружие меч Духа, это Рема, или откровение от Бога? Он говорит путём, через, или с помощью, или благодаря, посредством, посредством чего? Этой молитвы, этого общения и прошения в Духе. Когда враг видит, что мы молимся, когда мы общаемся с Господом, когда мы пребываем в Слове, все его попытки, они окажутся безуспешными. Этот сверкающий меч во время нашей непрестанной молитвы в Духе просто угрожающе выглядит по отношению к противнику. Он не хочет быть поражённым, пронзённым этим мечом. Итак, что же такое молитва в Духе? Это молитва, вдохновенная и исходящая от Духа Святого, которая включает и молитву на языках. Фактически, когда мы начинаем молиться в Духе, как правило, мы переходим именно молитву на языках, и тогда, молясь в Духе, пребывая в Духе, мы получаем это откровение и слово Рема, мы получаем этот меч. Павел обращается к этой теме в 14 главе 1-го послания к Коринфянам, где он говорит, «Ибо говорящие на ином языке…» Обратите внимание, там написано слово в синодальной переводе в незнакомом языке. Слово «незнакомый», написанное курсивом, говорит о том, что этого слова нет в оригинале, а значит, мы также вправе перевести это слово как иной язык. А почему я говорю вправе? Потому что в других местах Писания слово «иной язык» переведено уже не курсивом, а переведено текстом, которое непосредственно указано в греческом тексте, в оригинале греческого текста. То есть слово «иной» это вовсе не незнакомый. Есть разница между словом в незнакомом языке и на ином языке. Слово «иной» язык это библейское выражение, которое имеет оригинал греческого текста, а слово «незнакомый» язык такого в тексте греческого нет. Написано к слову курсивом на незнакомом языке это домыслы переводчиков и слова «незнакомый» в оригинале тоже нет. Хотя слова «иной» в этом конкретном месте тоже нет, но оно более соответствует по теологии учению, которое передает и Павел и другие послания. Потому что слово «иной» язык, именно в этой святке иные языки, «иной» язык употребляется в греческом тексте. Например, в первом послании Коринфянам 12 глава 28 стих написано «Иным дал силы чудотворений, затем дары исцелений, вспоможения, управления иных языков». Это первое послание Коринфянам. Сам Павел пишет «Оригинал текста указывает иных языков». Это 14 глава, 21 стих. «В законе написано «Иными языками, иными устами буду говорить этому народу, но и тогда меня не послушают». Тогда-ка слово «незнакомый» означает «неизвестный», «такой, в котором не знают, нет сведений, который неопределён, не изучен. Для того-то и даёт Бог дар истолкования иных языков, не незнакомых, а иных языков, чтобы мы знали то, что Бог говорит в Церкви Своей в пророчествах, на ином языке, которые истолковываются братом или сестрой, имеющим дар истолкования иных языков». Довольно часто, если вы пребывали или бывали в гостях у пятидесятников, у них есть проявление, я лично много раз наблюдаю, проявление толкования иных языков, когда после поклонения, после молитвы на иных языках, когда вся Церковь молится на иных языках, затихают, и потом происходит молитва на иных языках какого-либо одного из членов Церкви. Эта молитва может быть полминуты, минуту, две минуты, двадцать секунд, не имеет значения по времени сколько. Но потом, после того, как эта молитва закончена на иных языках, обязательно кто-то из братьев и сестёр даёт истолкование этой молитве на иных языках. Причём есть сосуды в Церкви, есть, которые имеют этот дар истолкования языков, говорят конкретно, что Бог говорил через вот эту молитву на этих иных языках. Причём это, как правило, несколько человек таких в Церкви. И если после такой молитвы на их языках попросить их, что все имеющие дар истолкования иных языков, записали, о чём молилась, они возьмут и на бумажке запишут. Это будет выглядеть подобно тому, как если бы преподаватель вошёл в класс и сказал, дети, мы сегодня будем писать изложения. Я прочитаю вам текст, а вы потом напишите на бумаге. Она читает определённый текст. И дети потом пишут. И каждый, кто как запомнил, так и записал. Подобно так же истолкование иных языков. Эти языки, кто услышал имеющие дар, он возьмёт и изложит так же. Другой изложит немножко по-другому. Третий по-другому, но основное смысловое значение на 99 процентов. Я не буду говорить 99, 98, или сколько, дело не в процентах. А дело в том, что основной смысл этого послания, который каждый из них изложил бы самостоятельно, будет один и тот же. Могут быть немножко другие слова, другие оттенки, другое. Всё зависит от уровня образованности человека. Книгу пророка Исаия любите читать? Ещё бы. Исаия был очень образованным человеком. Некоторые считают, что он был вообще адвокатом. Очень грамотный и образованный человек. Книга пророка Исаия прекрасно написана, потому что он был очень высоко интеллектуально образованным. В зависимости это, естественно, от уровня образования и идёт и идёт отображение написанного или сказанного. Говоря на языках, мы говорим тайны духом, что и происходит. Потому что 14 глава послания корифтно говорит, что мы тайны Богу говорим, говоря на иных языках. Мы не говорим на человеческом языке, хотя иногда то, что мы произносим, может быть понятно, например, как это случилось в день Пятидесятницы. Обычно мы говорим языками ангельскими, которые никто, кроме ангелов и Бога, не понимает. А это как раз то, что написано во 2 стихе 14 главы 1 послания к Коринфянам. Ибо говорящий на ином языке говорит не людям, а Богу. Но зачем для разговора с Богом нам пользоваться языком, который непонятен всем окружающим людям? В послании к Римлянам 8 главе 26-28 стих сказано 8 глава 26-27 послание к Римлянам. Точно так же и дух помогает в слабостях наших, ибо мы не знаем о чем молиться. Как должно? Но сам дух ходатайствует за нас раздыханиями неизъясненными. Причем, обратите внимание, оригинал использует слово неизъясненными. Там не сказано слово неизреченными. Когда мы молимся на их языках, мы изрекаем это слово. Речь? Да. Мы имеем эту речь. Если не на нашем языке, на русском или на украинском, то на языке ином. мы изрекаем эти слова. Но Дух Святой воздыхает этими именно воздыханиями неизъясненными. Почему неизъясненными? Которые могут нам быть непонятными, если мы не имеем дара истолкования языков. 27 стих. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых сообразно воле Божьей. Так вот, в 26 стихе русское вопросительное и относительное наречие «как» соответствует греческому слову «касо» или «почему», «как», «зачем», «каким образом». Греческий предлог, вернее, наречие, вопросительное наречие или относительное наречие соответствует греческому «касо» «почему», «как», «зачем», «каким образом». Павел говорит, «ибо мы не знаем, о чем молиться, каким образом молиться, или зачем молиться, или как молиться, или почему молиться». То есть, имеется много значений, несколько значений это греческое слово «касо», которое перевели в данном случае в контексте этого слова словом «как». Понимаете? Они перевели его сразу всеми значениями этого греческого слова. Хотя сноски можно привести все значения этого слова, чтобы люди, читая текст, понимали, что Павел, когда пишет это послание к римлянам, говорит, «ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Он посмотрит с носка, вы видите, слово «как» переводится еще словами. Почему, каким образом, зачем? Павел говорит, «мы не знаем, зачем мы должны молиться, мы не знаем, каким образом мы должны молиться». Он говорит, «мы должны молиться». Кроме того, словом, «воздыханиями», неизъясненными, может относиться к очень глубокому уровню молитвы, даже за пределами языков, когда вы воздыхаете внутри и взываете к Богу. Но в большинстве случаев это относится к молитве именно языками. «Когда Бог дает нам повеление, Он отделяет нас и полномочиями, давая нам возможность совершить Его повеление». Потому что написано, «испытающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых сообразно воле Божьей». Он, Дух Святой, ходатайствует за святых сообразно воле Божьей. Возможности нашего человеческого познания ограничены. Вот почему в 1-м послании 13-й главе, в 1-м послании Коринфянам, 13-й главе 9-й стих говорится, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчества. Нам обещан ответ на наши молитвы, а это означает, что если мы попросим по воле Его, Он слушает нас. И если мы знаем, что Он слушает нас, то чего бы мы не попросили, знаем, что получаем просимое от Него». Где это написано? В 1-м послании Иоанна, в 5-й главе, 14-й, 15-й стих. «Потому что соблюдаем заповеди Его и творим благоугодное перед Ним». 1-я Иоанна, 3-я глава, 22-й стих. Но наша молитва, когда мы молимся, должна быть в соответствии с Его волей. В соответствии с Его волей, если мы хотим получить на Нее ответ. Когда Иисус сказал, «Если что просите во имя Мое», Он имел в виду то же самое. Молитва во имя Иисуса — это молитва по воле Божьей, потому что Иисус является олицетарением в воле Божьей Отца на всей земле. Другими словами, мы можем сказать «слух во имя Иисуса», но это не является движением Духа, Духа Святого во имя Иисуса. Это лишь формальное произнесение этих слов или движение губ. Потому что иногда мы когда-то что-то, если говорим во имя Иисуса, и оно не происходит, это вовсе не означает, что была совершенная воля Бога Отца, но это не произошло. Потому что при совершенной воле Отца та молитва, которую мы произносим, она обязательно достигает его сердца, и мы обязательно получим ответ. Если не сию минуту, если не через день, это может произойти и через год, и позже, гораздо-гораздо позже. Потому что Бог знает времена и сроки. Потому что в этой и есть молитве, в этом и есть прошение — Его совершенная воля. А Бог исполняет все обетования и вся совершенная воля Божья, она исполнится на каждого человека и на земле. Другими словами, мы можем сказать вслух, но это не произойдет. Почему нам надо получить именно Рема от Бога, откровение от Бога, Его открыто выраженную волю? Потому что именно тогда, вооружившись мечом Духа, нашим единственным наступательным оружием, мы можем разрушить все препятствия, возведемые от Дьявола, но пойти к той цели, которая ведет нас Бог. О цели будем говорить немножко позже. Итак, когда мы знаем, когда мы получаем слово Рема от Господа, тогда мы можем выполнить совершенную волю Божьего Отца и достичь определенной цели гораздо меньшими усилиями, чем это нам казалось бы. Вот есть такая проповедник, она движется в пророческом служении, Анна Мендес. Она в свое время когда-то была, занималась оккультной практикой. В конечном итоге она очутилась в сумасшедшем доме в результате этого. Бог даровал ей спасение там, в сумасшедшем доме. Полностью здравый ум, полностью освобождение от всех бесовских сатанинских сил. Было сверхъестественное явление Бога в ее жизнь. Насколько помню, приходил юноша, молился за нее. Потом Иисус явился ей, лично явился в откровении. Он дал ей полное освобождение. Мало того, что она получила сама личное освобождение, находясь там, в лечебнице для психбольных. После ее исцеления в этом доме никто не остался больной. Он просто-напросто опустел. Она очень сильный служитель Божий. Она рассказывает, как-то однажды она приезжала в Тайланд, по-моему, или Непал, по-моему, в Непал. В Непале это происходило. Да, она приехала, по-моему, в Непал. Была на служение в одной церкви. Это была небольшая церковь. Непал. Страна. Небольшая церковь была. В ней было, по-моему, всего несколько тысяч человек. Ну, это была среди всех церквей Бога живого самая большая церковь была. В ней, по-моему, двух тысяч человек было. Я сейчас точно не помню. Несколько тысяч человек было в ней, по-моему, всего. А в церкви Бога живого было не больше двух десятков, не больше. По всей стране. И когда она уехала из этой страны и пребывала в посте, пребывала в молитве, Бог ей дал откровение, что нужно взойти на гору Эверест и водрузить там Знамя Господне и разрушить там жертвенники сатаны. Но дело все в том, говорит, Господи, как же, кто же сможет это сделать? Эверест это немаленькая вершина в Африке, вы знаете. И он тем не менее сказал, ты это сделаешь. Она приняла это откровение Рэма как повеление от Господа. Она молилась о том, чтобы существить ту поставленную Богом задачу перед ней несколько лет. И спустя очень тщательной хорошей подготовки вместе с экспедицией двумя отрядами было совершено восхождение Неверест. Вторая команда, на которую они взошли на самую высшую точку, восемь человек, и она была в этой связке. Другая команда оставалась внизу на более низком уровне. Там было две группы больших специалистов, не просто профессионалов, которые всю свою жизнь посвятили восхождению на эти вершины. Альпинисты, да. И вместе с ними, когда они взошли, мало того, что они разрушили там действительно сатанинские жертвенники, они совершили все, что Господь сказал совершить, кроме того, что совершили молитву, возлили елей, водрузили памятник, и знаете, что произошло? Флаг Господни водрузили с именами Ешуа с именами Господа Адонай Алухим, там многие другие имена, со многими именами Господа флаг водрузили. Спустя, спустя буквально год или два года она побывала в той же стране, где она была до этого, в Непале. Встретилась с этим же пастором и была крайне удивлена тем, что произошло в их стране. В их стране просто-напросто произошло великое пробуждение. Самая маленькая церковь, которая у них была самая маленькая церковь, имела несколько тысяч человек. Церкви выросли в десятки раз по всей стране, только благодаря тому, что она получила откровение от Господа. И флаг на самой высокой вершине был водружен именно флаг Божий. Поэтому очень важно, когда наговерлили или в Крыму, что там происходит, очень важно, какие молитвы возносятся и какие там сооружаются памятники, тоже очень важно для Господа. Мы должны бодрствовать, должны молиться, чтобы там не совершались жертвоприношения сатане. Слава Богу, что на Айпетре у нас в Крыму стоит крест на самой высокой точке. Романко, Шайпетре, крест Господний. Альпинисты водрузили. Но когда происходят на этих самых высоких точках сатанистские шабаши, то и результат того, что полно наркоманов в стране. Страна бедствует, нищенствует. За все эти высшие точки идёт в духовной мире колоссальнейшая борьба. Это духовный мир. И всё, что не связано с духовным миром, и то, что в нём происходит, является отображением потом на материальной основе, в материальном мире. Поэтому Бог ненавидит, когда сооружаются высоты на высших точках, поклонения идолам, всякие памятники неугодные. Мы, когда были в Израиле, обратили внимание, что у них нет памятников, которые бы ставились определённым личностям людям. По всей стране нет таких памятников. Там может быть какой-то абстрактный монумент, чисто абстрактный, но чтобы там какому-то человеку таких памятников нет. ни в одном городе. Давайте сделаем перерыв и продолжим дальше. .